Ну что, думаю, все теперь, да? Давайте поприветствуем друг друга, чтобы чуть-чуть проснуться, ободриться. Это мы вас приветствуем, проходите. Сегодня мы поговорим не совсем, наверное, про СММ, а больше про глубинное, про то вообще, что нужно сделать до того, как начать продвигать ваш продукт в социальных сетях. Собственно, коротко расскажу о себе. Меня зовут Алина Салихова, я выпускница Казанского федерального университета. Училась я здесь, в этом здании, оно мне очень родное и близкое, на ЖУФАКе. Закончила бакалавриат и магистратуру, но так случилось, что когда-то работала и здесь, в том числе, на Универ ТВ, между прочим. Но дальше судьба увела меня в пиар, и в этой сфере я работаю уже шестой год. Немножко расскажу о проектах, которыми занималась, чтобы все-таки было представление, что я не просто так сюда пришла. Все, что было наверху, это как раз-таки некоторые были образовательные проекты, некоторые нет. Нет, культурные и прочие. К примеру, самый первый мой проект, это было еще на первом курсе. Я была пиар-менеджером такого проекта, как «Архидети», если кто-то слышал. Это проект для развития талантов у детей. Тогда он был еще благотворительный, сейчас это полноценный коммерческий проект. Три года подряд я была куратором пиар-направления фестиваля детско-юношеской молодежной прессы «Алтан-Калям Золотое Перо». В 2018 году реализовала проект «Change Lynch Cup Volga». Это чемпионат по решению бизнес-кейсов, в котором участвовало 500 человек со всего региона Поволжского. Там я больше выступала как проект-менеджер. В 2018 или 2019 также была проект-менеджером, пиар-менеджером «Неделя дизайна в Казани». Это было очень большое и крупное мероприятие. Почти год проработала в иммерсивном шоу Анна Каренина, если кто слышал, может быть, кто-то смотрел. И в этом году была пиар-менеджером творческих лабораторий «Свяжкартель», где участвовал Тимур Бекмамбетов, тоже, возможно, слышали, и творческой лаборатории «Город артподготовка». А, ну и еще вела курс на всероссийском, господи, как назывался, фестивале студенческого спорта. Там было направление по подготовке спортивных журналистов, спортивных пиарщиков. Вот там я обучала пиар студентов. Чем я занимаюсь сейчас? Официально я работаю в университете другом. Да, я работаю в КНИТУКАИ, я начальник отдела развития бренда. Работаю там уже шестой год. Помимо этого в КАИ я веду проект, возможно, тоже слышали, по созданию интерактивного музея техники на базе самолета Ту-144. Вот, непосредственно я проект-менеджер. Также у меня есть еще несколько проектов по мимо университета. Сейчас я являюсь пиар-консультантом советского района Казани, если кто-то там живет, работаю в администрации, так скажем. И еще два проекта, которых, думаю, не стоит озвучивать сейчас, потому что они, во-первых, коммерческие, во-вторых, связаны со сферой, так скажем, ресторана барной. Вот, но дальше я не буду продолжать. В общем, направления работы были разные, и поэтому удалось посмотреть, как пиар и продвижение работают в различных сферах, не только в образовательной, в культурной, в сфере хорики, сравнить и выявить какие-то основные результаты, с которыми сегодня я поделюсь. Еще бы. Оп. Оп. И оп. Все. Отлично. Что ж, основа основ. Качественный полезный продукт не нужно продавать. Я всегда сейчас стараюсь убедить всех, с кем я работаю, в том, что прежде чем начать что-то продвигать, надо что-то сделать. К сожалению, сейчас все привыкли к тому, что если ты завел аккаунт в соцсетях, особенно в Инстаграм, делаешь рекламу, то этого, в принципе, достаточно, что все, твой продукт будет популярный, твой продукт будет востребованный. Сейчас, слава богу, может быть, к счастью, мы переходим к понятию не рекламному, а к понятию натуральному. Сейчас люди уже практически не верят тому, что нам рекламируют, о чем нам пытаются рассказать через соцсети. Люди все-таки привыкли сначала проверять на себе, а потом уже рассказывать. Даже многие блогеры, пускай они там просят огромные деньги за свои посты, они все равно просят пробники каких-то ваших продуктов, чтобы проверить, на самом деле стоящая эта вещь или нет. Поэтому прежде чем задуматься о том, как продвигать ваш продукт, вам нужно его очень хорошо проработать, потому что действительно тот продукт, который сделан качественно и классно, он вообще не нуждается в каком-либо продвижении. Вы можете вспомнить такие крутые бизнес-классы марки автомобиля, у которых минимальная реклама, ее можно встретить там один-два раза, но при этом их продажи очень высоки. Почему? Просто потому что они делают действительно качественный продукт и не заморачиваются о том, как его продать. Его и так купят с руками и ногами, потому что он классный, он стоит своих денег, и за него не жалко отдать эту сумму, потому что он тебе поможет в жизни. Поэтому если мы говорим об опрозвательном продукте, очень важно в первую очередь его досконально продумать. Сейчас мы немножко поговорим об этом. Собственно, вот короткий слоган «Создайте то, что будет продвигать саму себя». То есть если ваш продукт настолько будет классный и крутой, то здесь на самом деле самая действенная вещь – это сарафанное радио. Тот, кто один попробует, тот расскажет другим. И стоит будет только заморочиться в самом начале, чтобы все сделать хорошо. Собственно, здесь также отражается объяснение, чем реклама отличается от пиара. Реклама вас заставляет купить продукт, навязывая вам, что этот продукт имеет определенные положительные качества. Пиар же делает так, чтобы вы захотели купить этот продукт. Собственно, как раз мы возвращаемся к качеству продукта. Если у вас крутой, продуманный продукт, то его и не надо никому, грубо говоря, впихивать. Его захочется покупать сам по себе. Что нужно, в принципе, сделать, чтобы сделать качественный продукт? Вообще, это очень энергоемкая работа, которая займет большую часть вашего времени. Но опять-таки говорю, что 80% того времени, которое вы потратите на создание продукта, вам сэкономит 80% дальнейших усилий на то, чтобы его продвигать. Самое первое – это, естественно, нужно провести анализ рынка. То есть мы не уходим от законов экономики о том, что спрос рождает предложение. И мы изучаем с вами спрос на те или иные образовательные продукты, которые сейчас вообще есть в нашем обществе, в нашем мире. Что важно именно в сфере образования? Мы хотим посмотреть не только, точнее, мы изучаем спрос не только у аудитории, с которой мы собираемся работать. Или если мы берем широкую аудиторию, к примеру, жителей Казани, да, но мы еще и отталкиваемся на дальнейший результат. То есть для чего мы хотим дать этот образовательный продукт? Чтобы, к примеру, в дальнейшем те, кто получили этот продукт, смогли куда-то трудоустроиться. Тогда нужно изучить и спрос у работодателя. К примеру, сейчас очень популярно создавать SMM-курсы. Действительно, то есть их очень много. Если вы вобьете в поисковик, там, SMM-курс такой-то, такой-то, чуть ли не в каждом подъезде вам будут предлагать за определенную сумму денег обучить вас SMM и дать вам за это диплом. Но если вы начнете спрашивать у рынка работодателей, а нужны ли вам SMM-щики, вы знаете, что на самом деле их сейчас, ну, там, больше, чем нужно. Но это не значит, что у них очень хороший качественный уровень, и поэтому они, возможно, нуждаются в них. На самом деле, то есть поэтому очень важно изучить. Если вы, например, хотите делать образовательный продукт в медицинской среде, да, для студентов по медицинскому направлению, также нужно поговорить с различными медицинскими клиниками, с представителями медицинской сферы и спросить, кто вам сейчас нужен, каких компетенций не хватает. Возможно, есть уже люди, но просто этим людям не хватает определенных компетенций. И это как раз-таки будет тот самый спрос, на который вам нужно будет отталкиваться. Собственно, дальше от этого спроса вы формируете предложение. Предположим, та же самая медицинская клиника говорит, там, знаете, нам очень не хватает стоматологов. Значит, вы говорите, ага, надо продумать какой-то образовательный продукт, который поможет рынку предоставить новых классных специалистов в стоматологии. Либо прокаченных СММщиков, потому что СММщики сейчас, в принципе, есть, но им, к примеру, не хватает каких-то особых навыков. После формирования вашего предложения вы, естественно, изучаете конкурентов. Но изучаете конкурентов не с целью списать, как говорится, а с целью посмотреть, что уже есть, чтобы, во-первых, не повториться, потому что глупо создавать велосипед, когда на нем уже 25 лет ездит кто-то. Во-вторых, вы смотрите, какие практики ваших конкурентов зашли, а какие нет. Поэтому тут больше цель такая аналитическая для того, чтобы сделать выводы, а не для того, чтобы посмотреть, ага, там, компания Иванов ИКО сделала вот так, в принципе, у них продается, значит, это работающая схема, возьму-ка я их к себе. Но не забывайте, что, скорее всего, все, кто нуждался в этом, уже у Иванов ИКО, поэтому придумайте что-то индивидуальное, что-то уникальное. Как раз-таки вот об этом, это формирование уникального торгового предложения, товарного предложения, простите, то есть после того, как вы изучите спрос, изучите конкурентов, самая сложная работа будет придумать то, что будет вас отличать, тот продукт, которого сейчас нет на рынке, но при этом он нужен, да, то есть, не знаю. Понятно, что нет там велосипеда для рыб, но он, в принципе, и не нужен. Поэтому, когда вы будете создавать что-то уникальное, не забывайте еще о его востребованности и актуальности. Если ваш продукт будет платным, то, опять-таки, здесь вам поможет изучение, во-первых, рынка конкурентов, во-вторых, рынка спроса, о том, чтобы сформировать адекватную цену. Понятно, сейчас мы все живем в век, когда хочется не только сделать доброе и хорошее дело, но и на хлебушек заработать. Но в погоне за заработком никогда не забывайте об адекватности. Лучше сегодня где-то вы, к примеру, там, может быть, не будете доходить до нуля или уходить в плюс на вашем образовательном продукте, но зато для вашей аудитории будет понятие, что понятно, что у вас адекватная цена, и к вам придет больше слушателей или участников, нежели к вашему конкуренту, у которого цена завышена, просто потому что он решил на этом быстрее заработать. Если я что-то говорю сложно или быстро, вы, пожалуйста, скажите об этом сразу. Что-то у меня недружая сегодня в пульте. Ага, все. Нет? Да. Собственно, какие могут быть продукты, которые вы по итогу будете создавать? Можно их разбить по три группы. По частоте это одноразовый и многоразовый. К примеру, одноразовый это может быть, если это образовательный продукт, это может быть мастер-класс, это может быть лекция, это может быть воркшоп. Если это многоразовый продукт, то это курс, это может быть какая-то школа, которая повторяется. Собственно, почему здесь уже на начальном этапе важно понять, это будет одноразовый или многоразовый продукт? Потому что если вы планируете сделать одноразовый продукт, то вам нужно понять, какую цель вы ставите, чему вы хотите обучить тех, кто ваш продукт будет покупать. Если ваша конечная цель дать полный багаж знаний, значит, вам нужно продукт сформировать так, чтобы вы за один раз смогли дать полный багаж знаний. Если же вы делаете многоразовое мероприятие, продукт, который будет повторяться с особой периодичностью, то нужно понимать, ага, сегодня я провожу школу по... Предположим, мы сделали школу по коммуникациям. Сегодня мы делаем школу по направлению СММ. Тогда в следующий раз по какому направлению наша школа будет? Каких спикеров мы пригласим? Будет ли эта вторая школа связана с первой? Вам нужно выстроить максимальную логическую цепочку, там, на несколько лет или на несколько месяцев вперед, сколько данных, этапов этого продукта вы вообще собираетесь делать. Не так, что вы сегодня провели такие, а, ну ладно, в следующий раз что-нибудь придумаю. И когда в следующий раз к вам приходят те же слушатели, например, которые были на первом курсе, это может быть, что они уже это слышали, или может быть, что второй блок продукта вообще никак не стыкуется с первым. Тогда вы получите негативную реакцию, поэтому очень важно уже сразу понять, какой формат по частоте для своего продукта вы выбираете. Также важно выбрать способ передачи вашего продукта, то есть какой у вас будет продукт, онлайн, офлайн или комбинированный. Онлайн понятно, да, то есть это могут быть онлайн-курсы, это могут быть вебинары, это могут быть также онлайн-мастер-классы, то есть все, что ваш слушатель, ваш получатель вашего продукта сможет делать, не выходя из дома, с помощью какого-либо гаджета, либо смартфона. Если мы говорим про оффлайн, то здесь уже особые особенности, да, к примеру, даже вы убедились сегодня, если вы делаете продукт, то для продукта нужно понимать, где вы будете его проводить, когда, в какое время, то есть как выстроить эту логистику. Поэтому такие какие-то, ну, казалось бы, там вещи, не связанные вроде бы с продвижением, они очень важны, потому что если, например, вы, не знаю, делаете мероприятие для жителей Казани, но проводите его в Иннополисе, без предоставления там какого-либо транспорта, который будет возить ваших участников, вы уже уменьшаете количество слушателей или потребителей вашего продукта, потому что просто физически там людям будет неудобно добраться до этого места. Поэтому такие вещи, они тоже кажутся, что банальными, но важными. Комбинированный — это более сложный вариант, когда вы совмещаете онлайн и офлайн. К примеру, ваше занятие проводится в офлайн режиме, все понятно, да, офлайн, онлайн. Вот. То есть в режиме офлайн, когда люди приходят непосредственно на какое-то место, собираются и получают знания, а в режиме онлайн они, к примеру, выполняют задания, получают обратную связь либо дополнительную информацию. Например, в университетах сейчас, в принципе, совмещают вот эту комбинированную систему, когда студенты учатся в аудиториях, а потом делают там какие-то упражнения через электронные ресурсы. По взаимодействию с аудиторией. Это как раз-таки вы уже выбираете конечную цель вашего образовательного продукта. Четыре основных блока. Первый — это обучаем с нуля. К примеру, автошкола обучает с нуля человека вождению. Либо это языковая школа для начинающих, когда человек вообще не умеет разговаривать. Это первый вариант обучения с нуля. Второй — это мы помогаем понять то, что не удалось понять во время обучения. Это так, ну, самый банальный пример — это репетиторы. То есть когда вроде бы ребенок выучил тему, но что-то недопонял, к сожалению, не смог уточнить у преподавателя. И сейчас ему нужен дополнительный продукт, который поможет ему понять ту или иную тему. Третье — это даем дополнительные знания. К примеру, ребенок очень увлекается физикой, математикой, но ему там хочется увлекаться еще и инженерией, научно-техническим творчеством. Вот мы даем ему такую возможность получить дополнительные знания. Либо же, например, те же самые курсы по вокалу, кружки по хореографии — это также образовательный продукт, который дает нам дополнительные знания, помимо тех, которые мы получаем как основные. Четвертый — это обмениваемся знаниями и опытом. Это всевозможные форумы, круглые столы, брифинги, фестивали, когда встречаются единомышленники примерно схожего уровня и делятся различным опытом. Здесь все получается уже не вертикальная линия передачи информации, а горизонтальная, когда мы все примерно оснащены одним базисом, но у кого-то там опыт в одной сфере, у другого в другой среде, и тем самым мы делимся друг с другом полезной информацией. То есть по взаимодействию с аудиторией есть четыре варианта вашего образовательного продукта. Помимо того, что вы продумали сам продукт, если даже вы его собираетесь реализовывать в одиночку, то есть быть таким владельцем или главным в этом продукте, то в любом случае вам нужна та или иная команда. Во-первых, здесь мы будем пользоваться банальными поговорками «один в поле не воин», и это факт. Чем больше профессиональных единомышленников вы вокруг себя соберете, вокруг вашего образовательного продукта, тем более он будет востребованным, и тем больше вариантов, что его ждет успех. Собственно, почему? Потому что одному все-таки, во-первых, тяжело уследить за всем процессом, во-вторых, чем больше людей по каждому направлению будет заниматься отдельной темой, тем выше уровень качества будет у вашего продукта. Ну, грубо говоря, да, то есть если вы один сядете и будете заниматься и написанием программы для вашего образовательного продукта, и поиском аудитории, и договариваться со спикерами, и делать раздаточный материал, и записывать вебинар, то вы сможете в сутки на каждом направлении выделять по часу, тай бог, по два часа времени. Если же у вас будет больше, то у каждого будет больше времени тщательнее и грамотнее подготовить свое направление для того, чтобы в конце собрать все в один образовательный продукт. Скажи мне, здесь немножко переначальная пословица, скажи мне, кто в твоей команде, и я скажу, что у тебя за продукт. Что это значит? Это как раз-таки поможет вам не только поднять уровень качества вашего продукта, но и поможет вам в дальнейшем его продвижении. Если в вашем продукте участвует в команде, к примеру, эксперт, в той среде, о которой вы собираетесь говорить, если мы берем ту же самую медицинскую среду, там какой-нибудь суперпрофессор, которого знают во всей Казани, а может и во всей России, и он соглашается быть частью вашей команды. Уже для каналов в медицинской сфере вы себя, можно сказать, продвинули, потому что этот эксперт станет лицом вашего проекта и будет вам помогать в дальнейшем продвижении. Также можно для большего хайпа, так скажем, для большего привлечения внимания брать какую-то медийную личность из той среды, которая связана также с вашим образовательным продуктом. Опять-таки, важно заметить, что это должно быть связано именно со сферой вашего образовательного продукта. Не стоит звать на курсы по стоматологии, там, блогера по... Хотя, хотя, смотря, как его используют. Если мы, например, позовем блогера, который рассказывает о кондитерских изделиях, она может рассказать, как кондитерские изделия по ее мнению плохо влияют на зубы. Но лучше все-таки использовать медийную личность, которая будет компетентна в той среде, о которой ваш образовательный продукт. Иначе, ну, как бы, если это будет некомпетентный человек, то может быть волна негатива. Собственно, помимо того, что мы используем эксперты или медийную личность, то есть члена команды, как дополнительный пиар, это также влияет на уровень продукта. То есть одно дело, когда ваши курсы преподает, ну, я не знаю, студент, а другое дело, когда их преподает профессор. Это, во-первых, влияет на уровень, во-вторых, как я и говорила, дополнительный пиар. Если у вас платный продукт, то это влияет и на стоимость вашего продукта. Здесь идет принцип платной клиники, то есть вы все, наверное, замечали, что если у вас там врач идет выше категории, то стоимость вашей услуги сразу же увеличивается. Также может быть и в образовательном продукте. Чем круче ваш эксперт, чем круче ваша команда, тем выше стоимость вы вправе установить. Собственно, как этот участник команды, этот эксперт или эта медийная личность может быть привлечена в ваш проект? Или привлечена? Во-первых, это имиджевая вещь, то есть для людей, особенно медийных, очень будет важно засветиться в образовательном проекте, потому что это такое прибавление социальной ответственности этому медийному лицу, особенно если вы это позиционируете с точки зрения университета, то, к примеру, тем особенно, кто представляет коммерческую среду, им очень сложно самопиариться. А такие варианты выхода в университетскую среду, потому что про университет в любом случае напишут, это для них такой вариант пропиарить самих себя через ваш продукт. Поэтому здесь вы работаете друг другу на помощь. Личность пиарит ваш продукт, а вы пропиарите личность. Ну, естественно, бывают очень такие классные, супер-пупер эксперты, которые не соглашаются даже на имиджи в основе участвовать в том или ином продукте или мероприятии, поэтому с ними приходится работать платно. Но здесь нужно уже понимать, есть ли у вас на это бюджет и стоит ли игра свеч. Потому что бывают очень сильно надутые эксперты, такие британские ученые невидимого фронта, которые могут запросить сумму, а по факту ничему новому не научить. К сожалению, были такие опыты, когда приглашали спикера по ораторской речи, который стоил там немалых денег, и по факту он просто 40 минут рассказывал о том, какой он классный, и 20 минут рассказывал о том, как не надо бояться аудитории. Все. Поэтому к выбору платного эксперта тоже нужно подходить с умом. Ну и второй момент – это партнерский, третий, простите, момент – это партнерский. Если, к примеру, вы решили делать свой продукт в партнерстве с кем-то, мы дальше поговорим об этом, вернемся опять к нашей любимой стоматологии, вы выпускаете курс по подготовке классных стоматологов, и вы предложили какой-то стоматологической клинике, выступить с вами вместе партнерами для данного образовательного продукта. Собственно, уже действующих врачей данной клиники вы можете использовать в качестве экспертов для вашего образовательного продукта, тем самым позиционируя своего партнера и тем самым не тратя больших усилий на поиск компетентного эксперта в той или иной области. Собственно, вот, партнер может быть коммерческим либо социально-общественным, если у вас здесь как раз таки идет такая перекрестная система больше. Если у вас платные будут курсы, то есть у вас платный образовательный продукт, то лучше взять социально-общественного партнера, потому что через социально-общественного партнера вам будет проще продвигать свой продукт, потому что если ваш продукт только, ну, если вы где-то указываете стоимость вашего продукта, то все, вы автоматически становитесь жертвами коммерческие предложения со стороны средств массовой информации, потому что вы уже получаетесь коммерческий представитель, и ваша информация о вас, даже если у вас будет суперкрутой курс, информация о вас будут публиковать только на коммерческой основе, то есть платно. Поэтому, если у вас платный образовательный продукт, лучше найти какую-то социально-общественную организацию. то есть, даже, к примеру, очень часто, например, фирмы, да, коммерческие обращаются также вот наши любимые университеты, потому что, и берут их в партнеры, потому что через университет, к примеру, можно распиарить самих себя. Так у нас было, если вы знаете, наверное, можно говорить в качестве кейса, есть такое мероприятие, как open space market, да, то есть, это по факту коммерческое мероприятие, за вход которого вы платите, и там покупаете те или иные товары. Так вот, мы с ними запартнерились и договорились, что вообще участие в open space market платное, но мы договорились, так как мы партнеры, мы, как университет, там выставим свою интерактивную зону и ну, там, сделаем ее плюс еще благотворительной, то есть, она будет просто бесплатной, это была имитация кабины пилотов, и за счет имитации, и за счет вот этого всего, сейчас сложно говорить, объясню проще, в общем, мы установили там интерактивную зону, бесплатную для всех гостей мероприятия, и получается, и получается, та коммерческая сторона, которая была организатором, сделали посыл такой, что вот на мероприятии таком-то вы сможете бесплатно покататься в кабине пилотов, то есть, они за счет нашего такой социальной вещи, как там демонстрация образовательной программы, вытащили себя в СМИ и без рекламы, так скажем, рассказали о самих себе, сейчас понятно сказала, если нет, я еще раз объясню, вы если что, правда, не стесняйтесь, я могу что-то очень завуалированно сказать, все понятно, окей, так вот, а если же у вас наоборот социально-общественное мероприятие, то не стесняйтесь вообще предлагать коммерческим партнерам принять участие, вот там даже, кстати, можно у них взять какую-то финансовую поддержку на развитие вашего образовательного продукта взамен того, что вы их презентуете через различные каналы как вашего партнера. Что ж, это такой чек-лист, который вам нужно будет иметь всегда под рукой, прежде чем задуматься о том, как продвигать ваш образовательный продукт. Пойдем попунктно. Диаграмма Ганта. Знакомо, что это такое? Нет? Диаграмма Ганта. Да, кто-то знакомо. Это примерно выглядит так. То есть вы прописываете полностью сначала все задачи, которые вам нужно сделать, чтобы запустить ваш образовательный продукт и чтобы его продвигать. К примеру, там, я знаю, написание пресс-релиза, подготовка рекламных макетов, печать рекламных макетов, раздача рекламных макетов, подготовка публикации в соцсетях, публикация в соцсетях. Вы выписываете все эти задачи и выстраиваете по календарному плану, то есть когда вам нужно сделать. Если, к примеру, у вас мероприятие 11 февраля, то за какой период вы должны начать? Ну, там, как минимум за неделю. Значит, вы себе пишете, ага, уже с 4 февраля я должен начать рассказывать о своем мероприятии и так далее. То есть, прям все, все досконально. В какой момент вы относите макеты в типографию? Сколько дней это занимает? Все, такой промежуточек, значит, записали, что вот это вот время у вас занимает там на печать ваших раздаточных материалов. И вот это вам поможет не потеряться во времени. То есть, это ваш такой определенный график работы. Плюс к этому, если у вас есть команда, а мы уже выяснили, что с командой намного легче и эффективнее, вы прописываете, то есть, да, есть лид, name, кто ответственен за какую задачу. Тем самым вы не барахтаетесь все в одной задаче, что там и значит, и я отправила в типографию и Ваня, и Таня, или там и я сижу делаю презентацию и Алена, и Сергей, и мы, значит, все сделали втроем презентацию, потратили время, а нужна была одна. То есть, у каждого есть своя задача, у каждого есть определенный период, когда он должен ее сделать. и самое классное это как раз таки вот это процентное отследить, кто на сколько выполнил свою задачу. Вообще, если это как бы большой образовательный продукт, то используются различные электронные программы, к примеру, есть приложение, платформа Flow, где вы друг другу ставите задачи, ставите сроки, совсем подробным ТЗ, описываете, кому что нужно сделать. Даже если вы один запускаете какой-то курс, эта диаграмма Гант, она будет вашей подсказкой и ваше расписание по тому, когда что нужно сделать. Понятно, что если вам нужно пригласить даже на вашу лекцию слушателей, то делать это в день в день абсолютно бесполезно. Это же понятно? И поэтому вы должны запланировать за сколько дней до мероприятия вы начинаете рассказывать это в социальных сетях? За сколько дней до мероприятия вы делаете рассылку в СМИ? Ага, за три дня до мероприятия я делаю рассылку в СМИ. Но что я буду им рассылать? Мне нужен материал, мне нужен пресс-релиз. Сколько дней мне нужно, чтобы его написать? Мне нужен день. Сколько мне нужно, чтобы его согласовать? Еще день. Следовательно, за два дня до этого мы пишем пресс-релиз. То есть вы выстраиваете прям полный тайм-менеджмент по продвижению своего проекта. И вот так вот его математически строить. Понятно? Да? Не сложно? Сложно. Сейчас, как бы вернуться. Далеко? Что ж, про диаграмму Ганта рассказали. Контент-план. Всем знаком контент-план? Контент-план. Это как раз таки будет больше касаться социальных сетей. Это ваш, так скажем, дневник, в котором вы на неделю, на две недели, на месяц вперед расписываете темы постов, о которых вы будете говорить. Темы постов и темы активности. То же самое, то есть, к примеру, если вы в диаграмме Ганта написали, что у вас анонсы, то за неделю до мероприятия мы ставим в контент-план анонсы. Но помимо анонсов нужно же будет рассказать, например, о спикерах, то в течение дня мы распределяем, в течение, простите, недели мы распределяем, в какое время, в какой день мы расскажем о спикерах. Если мы хотим сделать конкурс, то конкурс длится определенное время, за две недели до этого мы в контент-план ставим начало розыгрыша, также, собственно, и его завершение. Плюс даже если, например, в вашем образовательном продукте будет расписание, то вы сразу в расписании каких-то курсов или занятий прописываете это в контент-плане, нужно ли вам это объявить или нет. То есть контент-план это ваша такая шпаргалка о том, о чем вам нужно писать сегодня, завтра или через неделю. Туда же можно вписывать различные мероприятия сторонние, которые связаны с образовательным продуктом, какие-то события связаны с вашим образовательным продуктом, и тем самым вы еще себе плюс облегчите работу, то есть это тоже займет какое-то время, но зато там вы не будете каждый день вставать с мыслью, ага, что сегодня написать в соцсетях, так, сейчас придумаю, и в итоге напишите то же самое, что писали на прошлой неделе. Поэтому контент-план тоже очень важен. Список тематических СМИ. Это сейчас как раз таки касается уже момента рассылок различных пресс-релизов. Вообще пресс-релиз известная, что такое вещь, понятно? То есть это краткий информационный материал о вашем продукте. почему здесь указан не всем СМИ, не все СМИ, простите, там М лишние, не все СМИ вам подойдут, потому что нужно понимать как раз таки, от чего вы отталкиваетесь. К примеру, если мы проводим лекцию по ресторанному искусству, по изучению вкусов и все такое, вряд ли общественно-политическая газета будет об этом писать. Поэтому нужно подбирать те СМИ, которые именно будут связаны с вашим образовательным продуктом. То же самое, там, не знаю, если у вас специальный образовательный продукт для людей более старшего возраста, то каналы СМИ, которые пишут для молодых людей в сленговом форме, они тоже не очень вам подойдут. Но их можно использовать как доп. ресурс. Объясню, почему дальше, когда мы будем с вами разбивать, разбирать целевую аудиторию. То есть всегда нужно иметь базу СМИ, с которой вы будете работать, но в ней лучше выделить тот сегмент, с которым вам точнее и точнее нужно прорабатывать связь. К примеру, когда я работала в театральной среде, у меня, естественно, была база СМИ, с которой я всегда работала, но я отдельно была база СМИ, которая писала именно о культуре и о театре. И им, естественно, я уделяла больше времени. Список инфопартнеров. Помимо того, что к своему образовательному продукту вы можете подключить партнеров коммерческих или социально-общественных, вы можете взять в партнерство и любое средство массовой информации. Тем самым вы заручитесь его информационной поддержкой, то есть у вас будет такое негласное всестороннее соглашение о том, что вы его продвигаете как партнера в рамках своего образовательного продукта, а это СМИ пишет о вашем образовательном продукте. Но здесь есть риски, что если вдруг вы захотите, чтобы о вас написали другие СМИ, то они могут обидеться. Как выяснилось, оказывается, такое происходит, что когда вы выбираете одно СМИ в качестве инфопартнера, другие, так скажем, показав свою обиду, могут о вас не рассказать. Поэтому все-таки это очень спорный вопрос. Это если уже у вас очень узкоспециализированное какое-то образовательное мероприятие или образовательный продукт, о котором вы уверены, что просто так точно не напишут. Ну там, не знаю, платное без вообще какой-либо социальной составляющей и о котором просто так в газете не рассказать либо на телевидении. Список инфлюенсеров блогеров. Блогеры, понятно, кто такие, да? Инфлюенсеры. Инфлюенсеры это те пользователи социальных сетей, у которых не так много подписчиков, как у блогеров, но зато у них лучше охват и вовлеченность в их контент. То есть, к примеру, вы выбираете между блогером, у которого 60 тысяч подписчиков и у кого пост стоит там 6 тысяч рублей, но у него при этом при 60 тысяч подписчиков предположим 200 лайков. То есть, по факту 200 человек только отреагировали на его пост и то из них по маркетинговой воронке где-то человек 100 прочитали информацию, которая была в данном посте. Как бы выхлоп 6 тысяч за 100 человек не очень. С другой стороны есть человек, который крутится в своей среде, у него очень много различных контактов в разных сферах, у него 2000 подписчиков, но при этом те же самые 200, а бывает и 300 лайков. То есть, это 300 человек уже отреагировали на пост, из них 150 прочитали информацию, но сделали это абсолютно бесплатно. Разместив бесплатно у нескольких таких инфлюенсеров, вы получите больше охват и больше вовлеченность, нежели заплатить 6000 и информацию о вашем продукте увидит меньшее количество человек. Поэтому сейчас все-таки все делают акцент на том, чтобы больше смотреть не на подписчиков, а на охват и на вовлеченность. Даже если у вас есть бюджет на платное размещение у блогеров либо у инфлюенсеров, некоторые инфлюенсеры тоже сейчас начинают брать деньги, не стесняйтесь, особенно если это платно, попросите у того блогера или инфлюенсера предоставить вам статистику о количестве просмотров, о количестве вовлеченности и охвате. Если же блогер отказывается этого делать, то скорее всего у него просто все накручено, потому что те, кто работают с действительно реальной аудиторией, они всегда предоставляют информацию, и если у вас есть на это бюджет, с ними можно будет поработать. Список информационных каналов партнера. Если мы все-таки берем кого-то в качестве партнера, к примеру, какую-то организацию, мы можем использовать их каналы передачи информации, имейл-рассылку по их корпоративной почте, их какие-то информационные стенды в их организации, в партнерской организации, корпоративные СМИ организации партнера. Никогда не стесняйтесь, не чирайтесь этого, если это ваш партнер, то используйте эту дружбу по максимуму. Список имиджевой продукции, в том числе и онлайн. То есть вам нужно уже на начальном этапе понимать, что вам нужно для вашего образовательного продукта. Это может быть банальный ежедневник, ручка, бейдж, если это какое-то крупное мероприятие, где у вас будет несколько человек. Помимо этого, мы также имеем в виду под имиджевой продукцией то, что вы будете публиковать в ваших социальных сетях. Это какие-то шаблоны, это картинки для сториз, для хайлайт, это заставки для ваших видеороликов на вебинары или на прямые эфиры. Вам нужно будет сразу заранее знать, какие виды таких имиджевых вещей вам понадобятся и кто вам их будет делать. Собственно, это все нужно будет к последнему пункту к смете, потому что если все-таки даже у вас бесплатное мероприятие, бесплатный образовательный продукт, так или иначе в него придется в любом случае вложиться хоть какими-то средствами. И смета вам очень поможет. Ее нужно будет заранее подготовить по тем пунктам, то есть понимание по контент плану, по инфопартнерам, по инфлиенсерам, блогерам и по имиджевой продукции. Пока все понятно? Так, диаграмму надо посмотреть. Вот. Сейчас мы разберем, то есть по тем продуктам, которые мы заранее с вами смотрели, какие-то особенности. Если вдруг вам сейчас в голову придут еще какие-то, то мы с вами их можем раскинуть. Это просто все, что так скажем основное я вспомнила за сутки. Если у нас онлайн, продукт образовательный. Очень важно понимать, во-первых, платформу, где вы будете этот продукт презентовать, что это за платформа. Это будет просто там, не знаю, посты в социальных сетях какие-то полезные, либо это будет какой-то прям сайт классный, круто сделанный, на котором вы будете обучать и давать весь контент вашего образовательного продукта. Второй момент. Если это онлайн курс, то его преимущество в том, собственно, почему человек выбирает онлайн. Потому что он сможет получать информацию из вашего продукта в любой момент с любого устройства. Поэтому очень важно, чтобы ваш продукт был адаптирован под любое устройство. Не так, что, например, он только сделан для компьютера, и я с его не могу посмотреть. Тогда сразу нет у меня другого варианта. Вы теряете, во-первых, аудиторию, а если это еще у вас и платный продукт, то вы получаете негатив. Потому что человек заплатил, а получить продукт он не может, потому что он у вас сделан только в одном направлении. И онлайн. То есть, собственно, за что ругают в первое время, точнее, ругали онлайн средства массовой информации за то, что нет возможности наоборот простите офлайн старые варианты средств массовой информации типа газеты телевидения за то, что нельзя получить обратную связь. Так вот, в онлайн образовательном продукте человек также нуждается в обратной связи, как и в оффлайн. То есть, сегодня вы сюда пришли, вы можете в спокойном процессе лекции задать вопрос, либо задать его после. Такая же возможность должна быть и во время онлайн курса, либо онлайн мастер-класс или воркшопа, потому что это дает дополнительные возможности человеку заинтересоваться вашим продуктом. Если мы же говорим об оффлайн, то это такие моменты, которые мы с вами в принципе обсуждали. Это место проведения. Во-первых, это очень влияет на качество, то есть одно дело, если вы делаете мероприятие на 120 человек в аудитории на 30 человек, естественно, качество продукта сразу теряется, потому что там, во-первых, просто сидеть невозможно, не то, чтобы получать информацию от вашего продукта. Во-вторых, это канал продвижения. К примеру, если вы берете какое-то из общественных пространств в качестве партнера для места проведения, вы можете использовать его канал также для трансляции информации. К примеру, мы проведили ряд открытых лекций университета в резиденции креативных индустрий штаб, и мы использовали их канал продвижения, в том числе для пиара своего проекта, то есть их соцсети, их базу рассылок, и просто они это преподносили так, что в штабе пройдет такая-то лекция. Поэтому место проведения тоже бывает очень важно и полезно. Также в оффлайне важно расписание. Вам нужно понимать, для кого вы делаете. Если, к примеру, вы делаете образовательный продукт для взрослой аудитории, для работающей, бесполезно, скорее всего, делать ваши занятия или другие варианты образовательного продукта в будние, в рабочее время, потому что это максимально сокращает возможность участия в вашем образовательном продукте. Поэтому также в принципе и со школьным возрастом, если они находятся в этот момент в школе, то вам будет намного сложнее привлечь интерес к вашему образовательному продукту. Поэтому расписание ваших оффлайн мероприятий тоже имеет значение. Если ваш образовательный продукт бесплатный, самый первый момент это контент. Если он бесплатный, это не значит, что он плохой, дешевый и сделанный на коленке. Нет. Если вы его даже делаете бесплатно, то нужно удосужиться, сделать его качественно, сделать его полезно и сделать его грамотно. Потому что если вдруг данный продукт зайдет сегодня, завтра, послезавтра, то через неделю вы в принципе можете его уже переводить в категорию платного. Но только если у вас будет классный качественный контент. Также в бесплатном образовательном продукте важен ресурс. Помимо того, что это ресурс должен быть финансовый, откуда вы возьмете даже на какие-то минимальные траты эти деньги, также это ресурс человеческий. кто согласится работать в вашей команде, на каких условиях он будет работать, ну и так далее, даже любые технические ресурсы, ресурсы, помещения, где и как вы будете решать данные вопросы. Также есть еще, например, момент бесплатного образовательного продукта, что если он бесплатный, то скорее всего вы получите просто шквал откликов на участие или получение информации от образовательного продукта. Есть один такой кейс, он не мой, он моей подруге-коллеге, которая у вас также будет читать лекцию, это руководители СММ-агентства, они устраивали бесплатные курсы по СММ, и у них было бешеное количество заявок, просто неимоверное, но они отбирали, то есть делали специальные тестовые задания, и только по ним отбирали аудиторию. Почему это важно? Во-первых, вы таким образом поднимаете престиж и уровень вашего образовательного продукта, то есть это уже значит, что вы даете настолько классный контент, и вы не берете всех, а берете только тех, кто действительно сможет с этим контентом работать. Во-вторых, если вдруг к вам на те же самые лекции или мастер-классы попадут люди, которые вообще ничего не понимают в этой сфере, и они пришли просто бесплатно, вроде прикольно, посижу, послушаю. От них вы можете потом получить негатив в сторону вашего образовательного продукта, просто потому, что они не понимают, о чем шла речь, они скажут, пришел, скучно, ничего не ясно. Поэтому, если это все-таки бесплатный образовательный продукт, то лучше сделать какой-то отбор аудитории, которая связана так или иначе с темой или направлением вашего продукта. Так, я не закрываю головой. Платный. Платный сектор. Собственно, здесь нужно понимать, что лучше все-таки заложить тот или иной бюджет на рекламу, и его уже сразу нужно прописать в смете, и как раз-таки отталкиваясь от бюджета на рекламу, какой-то процент сразу включить в стоимость вашего продукта. Это к вопросу об адекватной цене вашего образовательного продукта. Выбрать для платного образовательного продукта либо социального партнера, то есть какой-то некоммерческий некоммерческую организацию, либо сделать какой-то социальный посыл, к примеру, как Теледва обучают пожилых сейчас пользоваться интернетом. По сути, эта вещь разошлась, хотя Теледва это коммерческое предприятие, но за счет социального посыла они, так скажем, продвинули свой продукт. Платный контент. То же самое это история палка о двух концах. Нельзя делать плохой контент, потому что у вас продукт бесплатный и нельзя делать плохой контент, потому что у вас платный. Мол, типа, ну уже купили, куда вы денете, все равно будете получать. Нет, сегодня купили, подавились, грубо говоря, вашим плохим контентом, завтра не купят. Поэтому все-таки если вы сделали платный образовательный продукт, то постарайтесь людям дать хотя бы возместить те траты, которые они уже заплатили хотя бы контентом. Ну и конечно же если это все-таки платный дополнительный продукт, вам нужно обосновать почему он платный. Это должны быть какие-то дополнительные сервисы. Какие это могут быть дополнительные сервисы? Оп. Самое главное это помощь и забота тем, кто приобрел продукт. Ну, первое это поддержка, да, то есть может быть вы знаете, особенно это популярно в различных онлайн школах по ведению здорового образа жизни либо по там спорту, когда создаются чаты, где все друг другу пишут, поддерживают, говорят, а вот я сделал уже столько, я сделал столько, там, или говорят, я знаете, сейчас хочу съесть пироженком, нет, не сдавайся. В принципе, такие там варианты поддержек можно делать вообще по любому направлению, даже не знаю. Не могу сделать задачу по физике, все там хочу бросить, нет, не сдавайся, то есть поддержка тоже очень важна. Второй момент это обратная связь, о которой мы говорили, не жалейте своего времени, потому что все-таки вы продали продукт, люди за это заплатили, и они хотят получить больше, чем просто знания. Третий это бонусы, то есть вы можете предоставить либо какие-то бонусы от ваших партнеров, если они есть, либо бонусы на последующие, какие-то подарки, скидки, какие-то дополнительные фишечки. И, естественно, если вы, особенно если у вас есть вариации вашего продукта платный и бесплатный, то платный продукт должен иметь у себя в запасе такие вещи, как эксклюзивные материалы, либо дополнительные материалы. Но это тоже часто случается, что мы, например, делаем там пробный 7-дневный курс бесплатно, но большую информацию или больше знаний мы получим, если приобретем платно данный курс. Поэтому нужно быть готовым, что если вы все-таки делаете платный курс, то он должен быть как-то более укомплектован и более информативен. Еще раз вернемся к тем каналам продвижения, которые можно использовать. Собственно, средства массовой информации, про чек-лист, база, которая у вас есть, база всех СМИ, база тех СМИ, в сфере которой вы создаете образовательный продукт, но за все эти несколько лет я убедилась, что ничего так не работает хорошо, как личные контакты с журналистами. Потому что, во-первых, все почты у редакции переполнены, во-вторых, бывает, что в попыхах просто там новостник читает и не успевает вникнуть в суть вашего продукта или проекта и говорит, а ладно, вроде ничего интересного. Когда у вас есть личный контакт, вы можете более подробно рассказать о вашем продукте и как бы уже все-таки быть не безликим проектом, а человеком, с которым можно поговорить о том или ином образовательном продукте. Собственно, как получить личные контакты. Естественно, если вы там варите все это в среде, это одно дело, но другое можно всегда вообще, я говорю, что коммуникация решит все, никогда не стесняться. Часто сейчас уже в редакциях указывают прямые почты главных редакторов либо тех сотрудников, которые отвечают за то или иное направление. Даже если не указано, не стесняйтесь, позвоните в редакцию, скажите так-то, так-то. Вы знаете, там, хотели бы написать именно редактору, который отвечает за науку, к примеру, если у вас научно-образовательный проект. Представьтесь, напишите подробное письмо, что вы такой-то, такой-то, вы предлагаете такой-то образовательный продукт. Предложите встретиться, обсудить его, либо же обсудить это по телефону, или предложите расписать это. чем ближе вы познакомитесь с представителями СМИ, тем проще вам в дальнейшем будет работать. К примеру, сейчас я очень редко пользуюсь рассылками в СМИ, то есть я просто пишу главным редакторам, говорю, добрый день, у нас такая-то новость, если интересно, скину более подробную информацию. Я не говорю, то скидывай, и я скидываю. Поэтому это очень, во-первых, экономит время, во-вторых, улучшает эффективность передачи информации. Блогеры, инфлянтеры тоже говорили, это либо специальные сервисы, которые вам помогут, чаще всего сейчас они уже платные, поэтому лучше, конечно, все-таки потратить время и поработать с ручками, то есть прям посмотреть, на кого подписаны ваши друзья, на кого подписаны там те блогеры, на которых вы подписаны, потому что обычно блогеры следят друг за другом, они также изучают рынок, изучают конкуренцию. Партнеры, да, тоже говорили, мы используем кросс-промо, вы пиарите их, они пиарят вас. Google помощь это SEO-оптимизация, контекстная реклама, то есть здесь, конечно, нужно будет привлекать, если вы не специалист в этой сфере, привлекать человека, который умеет работать с SEO-оптимизацией либо с контекстной рекламой. Все знают, что это такое, когда вы платите специалисту за то, чтобы в поисковиках ваш продукт выскакивал в первую очередь. Естественно, соцсети. Здесь очень качественное SMM, но о нем вам еще будут более подробно рассказывать. Таргетинг, то есть тоже, которым вам расскажут, что дальше я не буду забирать хлеб у своих коллег. и мероприятие. Даже если у вас онлайн-курс, это не значит, что вы не можете выходить в офлайн и делать какие-либо промо-акции либо мероприятия. Особенно, если у вас какие-то курсы платные в формате онлайн, вы можете сделать один большой воркшоп бесплатный и на котором рассказать о своих платных курсах. Поэтому мероприятия, они в принципе подходят для всех. А если же это у вас бесплатное крупное мероприятие, то вы можете помимо того, чтобы просто разослать, как раз-таки сделать мероприятие для журналистов, они называются пресс-конференции, брифинги, круглые столы. Мы делали немножко даже шире, потому что это такие уже немножко стандартные темы. Мы делали пресс-полдник. Сейчас есть тема пресс-завтраков, когда приглашают журналистов на завтрак и в процессе завтрака рассказывают им о своем проекте или продукте. Мы делали пресс-полдник, то есть это когда уже рабочий день закончился, но еще не ужин, мы звали журналистов, чтобы они больше расслабленной формы пришли и у них было больше времени с нами пообщаться, а чтобы они не торопились в редакцию. Плюс мы еще делали, если, например, понимали, что тема проекта актуальная и там животрепещущая, делали пресс-конференцию плюс открытое обсуждение, где вопросы могли задавать не только журналисты, но и те гости, которые пришли. тем самым это добавляло живости для материала журналистов и плюс расширяло форму взаимодействия. Как раз таки вот эти мероприятия с журналистами, они вам помогут ближе законтачиться со СМИ и ближе завести личные контакты. Переходим к моменту работы с аудиторией. Что ж, то есть есть понятие целевой аудитории для любого образовательного, для любого продукта, в том числе и образовательного. Вообще все ваше построение дальнейшего продвижения зависит именно от вашей целевой аудитории. Целевая аудитория бывает основная, это те потребители продукта, те, кто будет ваш продукт использовать. И косвенная аудитория, это получатели выгоды от продукта. К примеру, у вас курсы по подготовке к ЕГЭ. Ваша основная аудитория кто? Школьники. Вот они, основная аудитория, они потребители продукта, но у вас есть косвенная аудитория. Родители, да, потому что они получат выгоду от того, что дети на курсах получают знания, а не то, что они сидят с ними и пыхтя-пыхтя пытаются вспомнить второй закон Ньютона. Целевая аудитория, вообще аудитория, чтобы из нее выявить косвенно, основная, проходит через сегментацию, то есть мы берем огромное количество всей нашей населения, всех наших людей и через сито с определенными дырами проводим, да, какие бывают вот эти вот дыры в нашем сито. Сегментация базовая, это сегментация, на которой строился маркетинг годами, то есть это то, почему обычно всегда выстраивали целевую аудиторию, то есть придумали продукт и думали, ага, для кого же он, наверное, там и выбирали, он должен быть с определенной точки мира, страны, города, то есть по географии это должен быть определенный пол, возраст, образование, профессия и доход. Но сейчас сегментация перешла на новый уровень, особенно это было классно проработано в Третьяковской галерее, у них вообще есть своя особая карта сегментации посетителей музея, потому что, к примеру, там, кажется, что вот есть бизнесмен Иван Иванов, он там живет в Москве, у него там высшее образование, у него суперкрутой доход, и там он вообще не интересуется искусством, он, типа, аудитория Третьяковской галереи? Казалось бы, нет, но если мы берем модель отношения к жизни, что он очень классный семьянин, и его жена просто фанатка музеев, то он, чтобы радовать свою жену, каждую неделю, каждый день будет ходить в эту Третьяковскую галерею. Поэтому появилась более подробная точечная сегментация, когда мы уже идем в более глубинные варианты разделения аудитории. Мы смотрим на хобби интересы, мы смотрим на принципы, на которых, ну, то есть отношения, да, это особенно там касается сейчас экоактивист, вегетарианец, представитель какого-то меньшинства, модель отношения к жизни, модель поведения и черты характера. То есть мы все это учитываем, не знаю, черты характера, к примеру, если человек очень, ну, так скажем, отшельник сам по себе, ему будет не очень комфортно ходить на оффлайн образовательные курсы, ему будет удобнее выбрать онлайн продукт. Поэтому это такая, но это больше все-таки история о том, чтобы использовать и это, и это. То есть мы не можем основываться только на точечной сегментации и забывать про, к примеру, возраст, потому что мы там сделали продукт, не знаю, по робототехнике, да, и казалось бы, у нас у интересов человека должна быть там инженерия, что-то техническое, но при этом у нас это курс там для школьников, а к нам пришел там 50-летний Степан Аркадьевич, который говорит, а вы знаете, я тоже робототехникой занимаюсь. Поэтому эти два вида сегментации очень важны. Целевая аудитория. На самом деле, это не мы выбираем целевую аудиторию, а целевая аудитория выбирает нас, грубо говоря, да. Целевая аудитория, она выдвигает требования к продукту, то есть уже понимая, кто ваша целевая аудитория, вы свой продукт можете видоизменять. Целевая аудитория выявляет потребности, которые должен решить продукт. К примеру, тот же самый курс ЕГЭ, да, он у вас направлен вроде бы на подготовку к, ну, для школьников на сдачу экзаменов, но, например, школьники говорят, знаете, ну, мы тестовую часть и так нормально решаем, а вот последнюю мы не можем, и вы тогда, ага, свой продукт вы более углубляете и делаете его более востребованным, потому что курсов ЕГЭ много, а вот кто именно точеч, например, обучает там решению части С, вы один там, один-единственный. Целевая аудитория определяет каналы продвижения. Это как раз-таки мы говорили о том, что в зависимости от того, где сидит ваша целевая аудитория, тот данный канал вы используете, да, то есть если это там молодежь, то вы используете более молодежные социальные сети, сейчас даже, кстати, это не инстаграм, а тикток, да, вся молодежь сидит там. Если же мы берем, но мы при этом, опять, я тоже вам об этом говорила, у нас есть основная целевая аудитория, да, если мы берем курсы ЕГЭ, то это школьники, для них мы выбираем их каналы, ту среду, в которой они обитают, но это не значит, что мы уходим от косвенной аудитории, потому что косвенная аудитория, к примеру, родители вряд ли сидят в тиктоке, но не факт, они там, например, читают газету, да, поэтому мы не чураемся дать им информацию и в газете, потому что тем самым мы еще захватываем косвенную аудиторию. Просто мы делаем это как бы в процентном соотношении, ну, где-то там 60-40. Ну и, собственно, целевая аудитория диктует контент. Если у вас там образовательный продукт для людей более старшего возраста, то это будет как-то непонятно писать им сленговым языком, который они не поймут, или же наоборот, если у вас образовательный продукт для там молодежи, для первокурсников, где вы будете писать высокопарными словами, что там ваша аудитория будет скучно вас читать. То же самое, что касается визуала, да, все-таки там целевая аудитория более взрослого поколения, они будут больше там цеплять их взгляд какие-то сдержанные, более эстетичные картинки, а целевую аудиторию более молодежную, там их будут цеплять какие-то мемы, гифки, какие-то смешные видео. Поэтому по факту целевая аудитория, она определяет вообще все, всю систему продвижения вашего образовательного продукта. в том контенте, который вы будете использовать при продвижении, очень важно понимать вот эти две вещи. Это преимущество, на что делать упор в продвижении, да, то есть о чем вы рассказываете. Вы рассказываете больше о том, что вас отличает от ваших конкурентов, что вас отличает вообще в принципе, какие у вас новинки. то есть не стесняйтесь говорить о своих преимуществах, но и не забывайте о недостатках. То есть если у вас какая-то приходит критика, то мы никогда не оставляем ее, во-первых, без ответа, во-вторых, не переходим на негатив, то есть если вам кто-то пишет негативное наключение, говорит, да, знаете, вы сами такие вообще-то. Нет, мы всегда решаем вопрос очень корректно, потому что не забываем, что мы презентуем все-таки образовательный проект и образовательный продукт, ну и вообще придерживаемся морали, этики и толерантности. И стараемся человеку, у которого был негатив, перевести в позитив. Хотя иногда очень хочется, например, у меня была вообще личная история, она казалась как раз-таки создание музея, когда в интернет кто-то слил фотографии еще не готового проекта, и в сообществе в 10 тысяч человек отметили мою страницу и написали, это она, это она украла все деньги. И мне писали кучу просто сообщений о том, что действительно там я украла деньги, что и таких, как я. Ну и вот просто вообще шквал негатива. С одной стороны, я могла вообще лично всем написать, что там какие-то гадости в ответ, хотя там потому что была отрисована лично мне. Но я понимала, что сейчас я представляю не себя, а проект. Поэтому не потратьте время, я не знаю, сколько времени убила я, но я пообщалась с каждым комментатором, с каждым человеком, который написал мне личные сообщения, объясняя весь процесс и рассказывая о том, что почему так случилось, что вот так, так у нас будет вот то-то, то-то, и в итоге из негатива их перевела в позитив. Но также, помимо того, что вы все-таки будете это делать в словесной форме, объясняя, что вы исправите какую-то ошибку или еще что-то, очень важно это делать на самом деле. Ну, к примеру, там, не знаю, пришли к вам на мастер-класс слушатели, они говорят, вы знаете, там было очень плохо слышно, там, или вот лектор мне очень понравился, там, ну, что-то такое вам сказали, вы говорите, да, да, конечно, исправим, спасибо, но при этом ничего не делаете. Вы просто удваиваете этот негатив, который потом будет просто еще сложнее остановить или его решить. Собственно, те способы вовлечения аудитории, они касаются именно социальных сетей. Вообще, все эти способы, они очень стандартные, очень известные и используются всеми и всюду. Но вопрос только в том, кто и как их адаптирует под свою целевую аудиторию. Вариации могут быть разные. Опросы и вопросы, да, то есть, когда вы расспрашиваете что-то или задаете вопрос от самого продукта. Полезная информация, экспертные мнения или эксклюзивные мнения, это особенно важно в образовательной среде, когда вы можете дать какие-то знания, которые особенно сложно получить просто так в интернете. Игры, загадки, викторины, это понятно. Прямые эфиры. Спойлер, проигрывают. Stories, highlights, все знают, что такое. Если вы смотрели в инстаграме, то вот там есть такие кружочки, это называется highlights, в которых сохраняются ранее выложенные stories, да. Они работают более эффективно, во-первых, потому что вы их можете записать не в формате прямого эфира, а смонтировать качественные, красивые, 15-секундные видео или даже больше и соединить их в один highlights, и это будет красивый, качественный, понятный продукт, к которому можно вернуться в любой момент и посмотреть. Прямой эфир, во-первых, это суперпроблемы с интернетом, когда зависает картинка, когда пропадает звук, а вообще пропадает связь, в итоге ваш потребитель психует, отключается и вообще уже больше не хочет иметь с вами никакого дела. Поэтому прямые эфиры, конечно, сейчас проигрывают по своим техническим параметрам. Конкурсы, розыгрыши тоже известная вещь, но очень важная, особенно сейчас, к примеру, очень многие страдают моментом, что устраивают конкурсы, розыгрыши, но забывают про юридическую составляющую. Если вы предлагаете особенно ценный приз, то ваш приз должен облагаться налогом, не забывайте об этом, потому что мы законопослушные граждане. Призыв к действию, многие говорят, что это очень удешевляет продукт, но опять-таки, как подать эту информацию. Призыв к действию, это когда говорится, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Действительно, если это делать лоб в лоб, то это очень удешевляет продукт. Нужно придумать такую махинацию, махинацию, которая заставит вас поделиться или еще что-то такое. Но тут это более сложная тема, на ней можно долго остановить. Онлайн-офлайне это когда вы соцсети соединяетесь с реальным пространством. Например, мы делали квест, когда мы разместили определенные загадки по всему городу, но место расположения размещали в своих соцсетях. И то есть чтобы найти ту или иную загадку, нужно было сначала взаимодействовать соцсетью, а потом взаимодействовать с пространством и опять соцсетью. Опять-таки, да, в контенте все, это можно повторять бесконечно, все решает интересы целевой аудитории. То есть все вот это можно делать каждому продукту. Вопрос только в том, как он будет влиять на интересы вашей целевой аудитории. Вот как раз таки в этом вам помогут вот эти четыре пункта. Посыл. То есть если даже вы делаете опрос, то какой посыл этот опрос несет для вашей целевой аудитории? Для чего вы это делаете? Если вы делаете эксклюзивный материал или полезную информацию, какой посыл для вашей целевой аудитории? Если это у вас школьники, правильный ли посыл давать эксклюзивную информацию о том, что понизило ставка по ипотеке в банках. Вот. Tone of voice. Tone of voice это манера общения. По сути ваш профиль или аккаунт в соцсетях это такая же личность, которая общается с вашей аудиторией. У этой личности есть свой говор, есть свои манеры общения, есть свои правила этикета, которые вы выстраиваете в интересах целевой аудитории. То есть это то, что я вам говорила. Когда мы с более взрослой аудиторией разговариваем на более взрослом понятном языке, с молодежной аудиторией на молодежном каком-то сленговом понятном и интересном для них языке. Визуал это вся визуальная часть, все картинки, все видео выстраиваются также по интересам целевой аудитории. То же о том, что я говорила уже про более сдержанные картинки либо же там мемы и шуточки. Ну и бонусы, подарки тоже выбираете под интересы целевой аудитории, потому что ну даже к примеру мы как-то думали о прикольно подарим там молодежный конкурс, подарим AirPods. А потом начали сели и задумались ага, а если у человека другой смартфон, если они у него уже есть, если он вообще не пользуется наушниками. То есть вот такие моменты всегда нужно учитывать. Вам кажется, что это о прикольный классный продукт, прикольный бонус, подарок, но для вашей целевой аудитории к примеру это может быть вообще бесполезно или не очень необходимая вещь. Вот, всегда и всюду нужно не забывать делать следующее. Анализируйте проведенную работу, да, всегда, особенно если вы первый раз делаете образовательный продукт, у вас будут ошибки, не бойтесь их, просто не опускайте руки, да, я сейчас как бизнес-тренер. Проанализируйте все, что у вас произошло, все, что вы сделали, и постарайтесь в следующий раз просто сделать это лучше. особенно главное поймите, как это делать. Изучайте, реагируйте на отзывы, то есть ни в коем случае нельзя по, ну, оставлять это без внимания, говорить, что, ай, ну все, даже если ваш образовательный продукт закончился, ни в коем случае всегда нужно ответить, нужно о себе, даже если вы закрываете ваш образовательный продукт, оставить хорошее впечатление. следите за конкурентами, но не для того, чтобы опять-таки воровать, а чтобы смотреть, какие они используют техники, и там, типа, что у них уже могло там не сработать, и, ну, не нужно наступать на те же грабли, просто лучше заранее узнать, что, где эти грабли лежат. Вдохновляйтесь гигантами, в любой среде есть крупные корпорации, которые очень востребованы на том или ином рынке, не стесняйтесь вот у них подглядывать, но не копировать, а совершенствовать и трансформировать под ваш образовательный продукт и под вашу целевую аудиторию. Следите за трендами, то есть, изучайте все, что происходит сейчас. К примеру, на одном курсе просто это были курсы по, так скажем, современному, типа, мультимедийному направлению, в списке литературы, там, или даже в списке, типа, ресурсов, была книга 47-х годов. Это посмотрелось очень глупо и смешно, потому что особенно медиасфера, она меняется с каждой минутой и не очень логично использовать в этой среде информацию вообще прошлого века. Поэтому следите за трендами, тренды помогают вам выходить вперед и на верхней строчке. Меняйте стратегию, никогда не бойтесь, особенно после того, как вы проанализировали и изучили отзывы, поменять стратегию. Да, у вас была одна идея продукта, вы там делали оффлайн, в итоге поняли, что вот, может быть, вашей аудитории был бы более удобен вариант онлайн-курса, да. Ну и заводите новые знакомства, потому что, а, чем больше нас, тем больше вариантов новых идей, иногда мы вообще не знаем, откуда придет какая-то классная идея для вашего образовательного продукта, кажется, что вы общаетесь с человеком вообще из другой среды, но его какой-то опыт может вам помочь. Во-вторых, я точно уверена и настроена на то, что сегодня 90% всего зависит от сарафанного радио, и чем больше вы знаете людей, которым вы можете рассказать о своем продукте, тем более востребованным он может оказаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова